В конце 80-х, в начале 90-х годов во многих бывших республиках Советского Союза начались вооруженные конфликты. Один из них – грузина Абхаза, во время которого в 1992-1993 годах погибло более 20 тысяч человек. Абхазы требовали независимости, грузины пытались сохранить территориальную целостность. С сентября 1993-го конфликт заморожен. Передвижение контакта между жителем этих территорий крайне ограничено. Сегодня Анатолий, как и прежде, живет в Сухуми, а Котэ – в Тбилиси. Он – беженец из Абхазии. До начала противостояния они работали в одном институте. А во время вооруженного конфликта взяли оружие. Благодаря спутниковой связи наши герои получили возможность увидеть друг друга и поговорить. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как, Анатолий, жилье, былье, житье? Как наш родной СФТИ стоит, работает? Ну, живем как можем, понемножку. Сейчас говорят, что везде трудно. Но не знаю. Дома все-таки лучше. А институт работает вроде более-менее. Какие-то заказы есть. Людей гораздо меньше, конечно. Но работаем. Старые кадры еще есть. Кое-кого молодых тоже берем. Без грузин дискомфорт не испытываете уже или испытываете? Почему без грузин, слушай? У меня начальник до сих пор грузин. До этого был грузин. Дома у меня мать грузинка. На улице, ну, у нас в поселке очень много. Кот Эдгебладзе, например, мой сосед там. Амберге там мой сосед тоже. Деньги у него иногда дал живую. Я тогда по-другому спрошу. А вот те, кто отсутствует, за ними не скучаете или скучаете? Ну, ты понимаешь... Силу разных причин. Я понимаю, о чем ты говоришь. Не, я-то понимаю. Мне просто интересно, как ты понимаешь. Ты не обижайся, я тебе откровенно должен сказать, вот, чтобы не было таких иллюзий особенных. Понимаешь? Вот, ну, ты помнишь наши отношения до войны тоже, вот, всякие такие вот... Были такие моменты, в общем, это все знают. Грузины у нас есть. Я не говорю, что они, может быть, не так комфортно себя чувствуют. Но после войны, особенно сразу, им тяжелее было, конечно, чем нам, например. Хотя тяжело было всем. Ну, они живут нормально, ездят туда, к вам приезжают. Я должен тебе сказать, что почти все они гордятся, говорят, что вот у нас жизнь налаживается там. Кто-то хвастался двухэтажными автобусами, кто-то там еще чем-то. Но они своей родиной гордятся, я должен тебе сказать, они этого не скрывают. И лично я их никогда в этом не упрекал и не собираюсь упрекать. Ты в Пелесе был, кстати, вот мне просто интересно. Или ты в Сухуми? Ну, я там был, я в армию, когда уезжал, проездом был последний раз. Это было в 70... сейчас я тебе скажу. В 75-м году. Ну, город, конечно, изменился очень сильно. Анатолий, вот это, так сказать, общая панорама. Сверху, вид города сверху. Вот храм Метехи, 6-й век. Это Кура течет. Это старая крепость Нарихала. Вот это общий план со стороны Метехского храма. Это старый район города. Тацминда, по-моему. Колоритный вообще, конечно, город. Интересный, смотреть можно. Но когда каждый день смотришь, приедается. Мы не замечаем. Как море мы не замечали в Сухуми, так я и не замечаю прелести и красоты Тпилиси. Вот знаменитая гостиница Иверия, где часть беженцев проживала. Вот это вот уши Андропова. В 82-м или 83-м году была возведена. Сейчас. Ну вот и рабочие работают. Но тогда большевики на сове сделали. Они уже, по-моему, где-то 3 или 4 недели мудохаются там. Но район старого города. Я здесь в 4-х местах жил. Так что более-менее научился разбираться. Раньше, знаешь, заметно не было. Вот расслеяние социального. Тпилиси за эти 10 лет сильно изменился. Отель новый построен. Сюда Джордж Буш приезжал. Здесь в него гранату хотели кинуть или кинули. Вот молодежь золотая туда-сюда ходит. Ну, девки довольно-таки симпатичные. Ничего не могу сказать. Как факт признаю. Но как женатый человек, мне не положено на них смотреть. Сам понимаешь. Ну, бурлит жизнь. Это в Аке новостройки. 800-900 тысяча баксов квадратный метр. Планировка и площадь от твоего вкуса и кошелька зависят. Центр города. Проспект Руставели вечером. Публика ходит. Допоздна. Приближаемся к западным стандартам. Оживленно, освещено. Практически до утра все работает. Круглосуточный магазин. Лишь бы была наличность в кармане, а приобрести можно все, что угодно. Так что вот так. Это чтобы у тебя общее впечатление сложилось об этом. после стольких лет любопытности. Круглос. Круглос. Как бы ты знаешь, мне нравится, знаешь, и мне хотелось бы, чтобы вы жили еще лучше, еще красивше. Я даже готов последнюю рубашку ради этого отдать. Я надеюсь, что вам понравится хорошо жить в Тбилиси, чем плохо в Сухуми. Знаешь, вот мысль такая у меня появилась, честно говоря. А у меня стречное предложение. Давай объединим усилия и сделаем с Сухуми краше в 100 раз, чем в Тбилиси. Я только рад буду. Я не хочу жить хорошо. Я вообще не хочу тогда жить. Нет, нет. Давай будем стараться это делать. Ты такой категоричный, да? Котэ, давай делать это по отдельности будем. Хорошо? Не получится, Анатолий. Нет, я не согласен. Когда не получится, ну, Котэ, не получится, я попрошу тогда у вас. Дайте нам самим это сделать. Дайте. У нас получится, не волнуйся. Толик, кассету с Сухуми готовят. Да, я понял. И говорят, что я должен комментировать. Комментируй, пожалуйста. Но я, в принципе, Сухуми тоже неплохо знаю. Набережная Сухума. Ну, как-то догадался. Ох, какая горбыль. Чуларка, да? Это ничего, это уже кефалька целая. Нормально. Я сам на... Ну, в телевизоре они все большие. А чего? Фондов не хватает подстроить? Реконструкцию сделали. Ну, вот там вот это красивое место. Ну, Абхазия была разрушена, так сказать. Ага. Понятно. Что понятно, что нам никто денег не дает, и нашим чиновникам никто долларов не платит. Вот и результат. Я предлагаю вам увеличить производство мандарин. И за счет этого пополнить бюджет. Кому они нужны, слушай? Паратошвили. По-моему, сейчас он по-другому называется. Ну, у каждого свое остается. Это улица Ленина? Да, 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 да. Бывшая? Да. А как сейчас, кстати, называется? Мне интересно. Проспект Леона, по-моему, называется. Я в новых названиях тоже не очень... Абхазские конфеты. А чего надписи на абхазском нет? Не знаю, разве нет? Это рыца. Вот эту ремонтируют, по-моему, сейчас. Или уже восстановили, по-моему, там. Это где прогулочные катера? Да, да, где прогулочные были, вон там. У окопа там кофейня, по-моему. Я никогда там кофе не пил. Там в основном артисты пили. И вот это редакционные сотрудники. А там, что, идешь наверх, дальше еще пингвин, что был, вон там вот. Ну, брехаловка была такая. Послушай, ты там что-нибудь хоть увидел или понял что-нибудь? Такое щемящее, ностальгическое чувство возникло. То, что случилось, то случилось. А ты считаешь, должно было случиться или нет? Все так говорят. Мы же не начинали, в конце концов, эту войну. Мы тоже не собирались начинать. Прекрасно знаю и не собрались. Везде говорил, на протяжении всех этих лет. Говорил и продолжаю говорить. И в своем, я убежден. Нас провоцировала Россия. Как и в силу своих каких-то политических интересов. Но одно я могу точно сказать, что с потерей Абхазии, как вы, как я может неудачно выразился, но Грузия всегда будет стремиться восстановить свою территориальную целостность. Здесь достаточно много мнений насчет этого. Единомысленнее. Поэтому, знаете, я с тобой согласен, что вы там уже 12 лет живете, что у вас жизнь налаживается, что идет к лучшему. Но сам тезис о вашей независимости для меня неприемлем. Я считаю, что он в корне неправ. Потому что независимыми вы не будете ни при каких обстоятельствах. Вы больше, чем кто-либо претендовали на независимость. Чтобы претендовать на независимость, надо учитывать, что у тебя могут быть не только друзья, но и враги тоже. Ты взял, ты должен поднять. Или ты надорвешься, или ты держишь ровно столько, сколько можешь удержать. Это очень жестокий мир, это политика. Фундаментом любого будущего является настоящее, а настоящее стоит на прошлом. Вот в моем селе погибло 53 молодых человека. Только в моем одном селе. Я не говорю про стариков или женщин, которые дома у себя сидели и погибли под снарядами. Понимаешь? Я что? Ты не можешь их всех оживить и поднять. А я не могу их всех забыть. Понимаешь? Я даже более трезво оцениваю эту ситуацию. Вот вы сегодня, ты ругаешься на Россию. У меня нету никакой капли сомнений. У меня нету, что завтра вы опять можете сказать, что солнце с севера восходит. И Россия может в своих интересах повернуться к нам. К вам, то есть. Естественно, или подарить нас, или заставить нас туда втыкать и так далее. Или вам придется эту Абхазию удерживать у себя на чужих штыках, а для этого вам придется своей независимостью тоже пожертвовать. Или нам придется как добрым соседям и родственникам жить рядом. В конце концов, выбирать вам. Мы эту войну не выбирали, чтобы ты знал. Ну скажи тогда. Ты зря на нас намекаешь. Мы на танках туда к вам не въезжали. И у вас не было никакой необходимости этого делать. У вас здесь было почти половина населения. И вы сделали так, чтобы вас стало гораздо меньше, чем эта половина. Понимаешь? Если вас спровоцировали, ну это пусть будет на совести того, кто спровоцировал. А если вы на это поддались, это уже ваша вина, а не наша вина. Анатолий, знаешь, ну я тебя тоже понимаю, очень хорошо, но получается так, что вы все в белых одеждах, а грузины сплошные. Послушай. Замазаны непонятно в чем. Послушай. Убывает однобоко, ясно же. Ты знаешь, я сделал осознанный выбор. Потому что я не сразу начал воевать. Какой-то период определенный прошел. И когда увидел, что моей родине угрожает опасность, я поэтому решил взяться за оружие. Не знаю, я прав или нет. Я считаю, что я прав. И когда вы говорите, что вот почему вы на танках пошли, ну сейчас я не буду, а юридическая сторона дела говорить, государство, какое бы оно ни было, имеет право свои военные формирования передислоцировать в пределах границ этого государства. Железные дороги защищать. Ты так говоришь, как будто я на твою свободу покушаюсь. А почему ты не хочешь подумать или сказать о том, что это и твоя, и моя свобода будет? Послушай, у тебя что, нету свободы? На что ты жалуешься? Ты знаешь, я личную свободу потерял тогда, когда женился. Это было 26 лет назад. Я тоже потерял вроде бы, но слава богу, не жалею об этом. Правда, всего 6 лет прошло, может, я еще чего-то не понял. Ну, посмотрим. У тебя все впереди, поймешь. Спасибо за поддержку. Ты знаешь, как в поговорке, хорошее дело браков не назовут. Я все время этот цитировал, поэтому дождался до 45 лет, прежде чем жениться. Да, ну это тоже немножко поздновато будет сказано. Так. О, это мы на рынке. Ну, лестницу узнаешь, наверное. Это в городе, на центральном. Да, 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 центральный рынок. Оживленно. Это девочка. Это мальчик. Милые детишки. А что вы с детьми таскаетесь на рынок, в такую даль? Где их оставлять, скажи мне, пожалуйста. А теща на что? Теща, знаешь, где живет? Почти в горах где-то. Понял. И этому какой-то подарок достался, по случаю. В тот же день разбил, между прочим. Оторвал все двери. Это на втором этаже, да, где мясо продавалось? По-моему, вещевой там на втором. А, вещевой сделаем. Это национальные фрукты, местные бананы. Ага, что-то у нас быстро кончилось, да. Ага. Толик, а у тебя паспорт российский или нет? У меня советский паспорт, могу показать, если хочешь. Республика Абхазия или российский? Наши паспорта завезли, но пока не раздавали. Границу с Россией ты совершенно спокойно можешь пересекать? Ну, конечно, да. Понятно. А в сторону Грузии так же спокойно? Можешь ехать или не хочешь, или желания нет, или нет необходимости? Ну, естественно, моя сестра ездила на похороны, там дядя помер в Зугдиде, и без проблем. Я Гиви Бакерия проезжал, но это само собой, спокойно проехал, поехал, вернулся. И много раз после этого ездил. Да, ваши многие очень ездят постоянно. Анатолий, время истекло, я строго инструкции придерживаюсь. Поэтому я не прощаюсь, но до завтра вам скажу. До завтра, до завтра. Увидимся. Вход на расстояние, но и то хлеб. Анатолий, добрый день. Как тебе наш вчерашний разговор? Что-нибудь, может, тебе не понравилось? Может, я что-то не так сказал? Анатолий, нет. То, что я ожидал, в принципе, то и получилось. Ничего нового ты мне не сказал. Меня просто иногда расстраивает, что вы вообще как будто бы вот и не хотите понять, мне иногда так кажется, понимаешь? Поставить себя на наше место, грубо говоря. И отсюда посмотреть, что, почему, как, как все это выглядит вот отсюда, с нашей точки зрения. Понимаешь? А как это выглядит оттуда? Ну, ты понимаешь, вообще-то как-то огорчить тебя я тоже не хочу. Я, ну... Я не знаю, вот поставь себя... Вообще, чем я огорчен, не будет, так что можешь. Десять минут я могу занять твое внимание, где-то пять-десять минут, вот я как-то попробую. Извольте. В конце концов, ты можешь спорить со мной, что вот не было никаких переселений, ни закрытия абхазских школ, ничего такого, но это все лежит в документах, пофамильно, по спискам. Вот просто делать вид, что вот сказать, ну, было, ну и что, эта история, ну и черт с ним, а вот начнем вот с этого момента. Так же не бывает. Я же не могу это все выкинуть из себя. Это же я, вот мое самосознание с детства, со всеми этими я сталкивался, я устроен так, я такой, какой я есть. Ради того, чтобы ты вот здесь жил, как ты хочешь, меня просто убрать или заставить стереть у меня с памяти все, что вот это все было, ну, я же не магнитофонный этот самый диск. Не надо камни в свое прошлое кидать, я понимаю, но надо из него пытаться какие-то выводы все-таки делать. Я просто, человека какого угодно конкретно, даже того, кто воевал против меня и стрелял, я его готов понять, отдельно человека взятого, любого. Но есть проблема, через которую я не могу перейти, потому что она гораздо больше, чем я, чем ты, чем все мы вместе взятые. Вот так получилось. Анатолий, ты закончил, тогда я можно тоже пару слов ставлю. Я тоже вашу позицию понимаю очень хорошо. Я тоже воевал, хотя совершенно не хотел воевать. Воевать никто не хотел. Был спецпереселен строй, там очень много грузин переселилось, но и не надо забывать о том, что там и до этого жили грузины. Каждая история, у каждой страны своя история, понимаешь? Я с таким же успехом могу тебе с раскладками, ссылаясь на авторитеты по датам, по числам и так далее, аргументы привести, но я не об этом сейчас хочу сказать. Согласиться с тобой в том, что я махну рукой на это только потому, что ты так думаешь. Я и себя не прощу, и меня мои дети, наверное, не простят, и внуки будущие. Решать проблему надо, потому что я никогда не смею с мыслью, что я... Я же там родился, в конце концов. Куда мне деваться? Я там хочу жить. Хочу жить в одной стране. Кстати, я очень ценю твою откровенность. Спасибо большое. Я сам человек откровенный достаточно, и мне она импонирует. Мы здесь не китайские, не тем более мегресско-абхазские церемонии. Зачем нам разводить? Хоть и шапочно, но мы довольно-таки долго друг друга знали. В одной организации работали. Ты к нам в лабораторию несколько раз, сколько раз заходил. Так что и в футбол, по-моему, несколько раз играли. Так что я не думаю, что у нас такие уж противоречия большие. Я знаю одно, Грузия никогда не смирится. С потерей территориальной целостности. Ни в соседии южной, ни в Сабхазии. И я не смирюсь, и очень много таких, как я, думают практически одинаково в этом отношении. Я еще раз повторяю, что ваша позиция мне очень даже понятна. Понимаешь? Просто иногда у вас такая хорошая черта, вот категоричная. Понимаешь? Мы никогда, мы ни за что. И у вашего прежнего лидера, например, у Эдуарда Амбросевича, вообще тоже такая, чисто такая грузинская манера была отвечать, так сказать, за весь мир. Нельзя рисковать своим народом. Я вчера пытался объяснить тебе, что мы маленький народ вообще-то. Я тебе вот грубо так скажу. Нас легко спихнут в пропасть. Может, вот завтра же может сложиться такая ситуация, что вам ничего это не стоит будет. Но вы должны понимать, что когда вы нас спихнете в эту пропасть, это очень большая пропасть. Следующими надетой пропастью окажутся те, которые спихнули нас. Вот надо всегда смотреть на несколько шагов вперед. Надо заботиться о ближнем своем, даже о своем бывшем враге, вроде меня. И тогда, может быть, у вас будет какой-то другой, более хороший результат. Все равно, ты понимаешь, я готов к компромиссу. И я не говорю, что мы должны столкнуться с силой. Вы, мы, нас больше, вас меньше. Почему? Зачем? Мы через это уже прошли. Ничего хорошего ни нам, ни вам это не принесло. И это не тот метод. Котый, я не сомневаюсь, что ты готов к компромиссам. Понимаешь? Потому что я не знаю, чем ты можешь пожертвовать, но я знаю, что ты можешь приобрести. Вот я, например, не знаю, если я пойду на компромисс, что я могу приобрести. Нету такого. А вот что я могу потерять, я четко знаю. Вот в чем наша разница, понимаешь? Анатолий, ты и я, понимаешь? Мне вот сама не нравится вот это противостояние. Ты и я. Давай скажи, мы. Как будто мне это нравится. Слушай, что я удовольствие, думаешь, получаю от этого? Я не хочу, я вообще человек неконфликтный. Просто ситуация. Сзади все, стенка, а спереди мне предлагают компромисс. Идти дальше этой стенки, туда-назад. Ты понимаешь, в чем дело? Я все же таки убежден глубоко, что твой путь тупиковый. Я убежден в этом. Кто меня туда привел, скажи мне. Великий северный сосед. Ага, слава богу. Если его не было бы. Слушай, вот я же хорошо помню, что совсем... Я это не скрывал, и вчера говорил, и сегодня говорю. Абсолютно не скрываю. Но запомни, у соседа могут поменяться планы, понимаешь? Я сам тебе об этом вчера говорил, что у соседа могут планы поменяться. Особенно если для тебя, как совсем недавно, опять с севера начнет солнце всходить. Ты понимаешь? А мы к этому стремимся. Мы стремимся с соседями в мире жить. Так что я не вижу противоречия. Ага. И за мой счет, да? А почему? За наш счет. Тем более, что у нас с тобой не так уж давно одна страна была и одна история. В школе мы ее учили, в институте и так далее. Поэтому историкам оставим историков. Пускай там они копаются в документах, изучают, сравнивают, диспуты проводят. Я считаю, что нам надо в будущее смотреть, немножко не, конечно, о прошлом не забывать, но в будущее смотреть. А будущее я вижу. Будущее я вижу. В том, что мы вместе будем. Котэ, я хочу... Один бородатый мужик как-то сказал, что народы никогда не делают выводов из своей истории. По-моему, он про вас говорил, извини меня. Почему? Мы пытаемся хотя бы. Вы, вот с вашей стороны, я попыток не вижу. Мы на уровне правительства, на уровне общественных организаций как-то пытаемся наладить контакт. Но вы не очень охотно идете на это. Видно, политика такая у вас... Об этом говорите с нашими политиками, если хотите. Но, по крайней мере, тогда надо или хоть их признавать, чтобы с ними разговаривать. Так? Не знаю. По-моему, де-факто они признаны. Для начала разговора это вполне достаточно. Лично я их признаю. Разговаривайте, старайтесь. Я разве против. Но политики, они профессионалы, наверное, своего дела. Что ваши, что наши, чем-то там занимаются. Или жизнь их научит. Пусть работают. Будем ждать, сколько сможем. Надеюсь, что будем ждать. Только не очень долго. Этот процесс нельзя затягивать до бесконечности. Ты со мной согласен? Опа! Ты со мной согласен? Я вообще его не хочу тянуть. Тем более, по-моему, мы вот с тобой где-то уже какую-то одну маленькую точку соприкосновения нашли. Чуть-чуть, один небольшой шажочек сделали. Хорошо. Будем считать, что нашли. Слушай, вообще-то какое мое дело, как говорится. Ну, я... Ну, у вас там как? Вот вы до сих пор, вот, беженцы, все, статус какой-то есть, да? Документ, что вы, вот, это самое... Государство что-то поддерживает. Наверное, должно поддерживать. Государство дает статус беженца. Называется он насильственно перемещенный. Анатолий, это места компактного проживания беженцев. Это Пилисское море, вот здесь бывший, то ли дом отдыха, то ли санаторий, я даже не знаю. И вот они как живут. Место зимой очень сильно продувается ветром. Ну, комнаты, я скажу, очень маленькие. И вот они там по два, по три человека ютятся. Все две кровати поставят, то стол уже не встанет. Вот газ. Так в основном они на электроплитках готовят, потому что это, в основном, когда света нету, тогда на газе. Вот поколение выросшее, которое ничего не знает, ни про войну, так по наслышке. Родившееся здесь. А вот это гостиница, где я жил. Ну, сначала очень хорошая была. В фойе пальмы стояли, везде паркет, блестело все. Но потом наши люди же, знаешь, куда не запустишь, везде должны все испохабить. Здесь я жил три года почти, что с 93-го по 96-й. И все же таки я тебе один вопрос задам. Вот давай тогда так, конкретно. Вот как ты видишь, допустим, ближайшее будущее свое, там, где ты живешь, и наше общее, именно меня имею в виду. Вот твой личный взгляд, твое личное мнение, мне вот это интересно. Только будущее, прошлое оставь. О прошлом мы уже поговорили, достаточно. Хорошо, хорошо, понимаешь, ну, свое будущее как-то я, конечно, трудности будут, проблемы, конечно, будут. Но они у всех сейчас есть, у меня дети, надо их на ноги ставить, там и так далее. И вот, как-то понимаешь, у меня достаточно проблем, в общем, и у нас у всех здесь, в общем, жизнь не такая уж легкая, проблем очень много. Я не хочу загадывать, и у меня даже сомнения, с некоторых пор я тебе откровенно скажу, как будто у нас и общего прошлого вроде бы как и не было. Вот так получается, понимаешь? Мы вроде как вот раскололись и расходимся. Это печально, я понимаю, но вот отсюда, с этого берега у меня, в общем, такое впечатление. Я вот сейчас тогда прямо скажу, солдатская прямо то, я вижу будущее именно вместе, именно в составе Грузии. Вот мой тезис. Я на этой позиции стоял, стою и буду стоять. Просто есть одна вещь. Вот вы все время путаете грузинскую СССР в составе СССР и республику Грузии, уже без всякого СССР, без этого обруча. Вот вы сами разрушили свою страну, вот если резко сказать, понимаешь? Потому что вы свалили большой дуб, вы были в первых рядах, и вы не учли того, что от вас тоже может какой-то кусок отколоться. Точно так, как вы поступали с остальным, понимаешь? Вот зачем грузинам нужна была эта война? Уже без войны практически все было сделано. И вот, ты понимаешь, у нас даже патронов по два рожка у нас не было, и эти ребята были уверены, что все, вы подписали себе приговор. Вас уже не будет здесь. Вот клянусь матерью и всеми своими. Вот такое убеждение у людей было. Хорошо, Анатолий, у нас с тобой будет возможность еще вернуться к этой теме, политической или околополитической. Давай за жизнь поговорим. Я хочу узнать, как у вас в Агудзере построено, не построено, транспорт ходит, свет есть, вода есть. Какие развлечения, куда ты можешь поехать? Вот мне про Агудзеру интересно. Кстати, Лия, дай этот портрет. Пожалуйста. Ну, если меня лично, ты... Я так-то знаю. Извини, перебью, извини. Вот это узнаешь место? Да, да, да. Я по памяти нарисовал. Сейчас там поменяли, какие-то пальмы посадили, еще какую-то площадку строят. Но что строят, я не знаю, там рядом что-то строили? Дом отдых работает сам по себе или нет? Котэ? Ну, дом отдыха ты его работающим не оставил, по-моему, когда уезжал. С тех пор он не работает. А так в Агудзерах я вообще-то и тогда тоже не развлекался, и сейчас тоже не очень развлекаюсь. Дом, работа, работа, дом. А на выходные я всегда домой уезжаю, в деревню. Сейчас посмотрим. По-моему, это ко мне едут. Куда? В деревню? Попащ. Ага, вот я домой топаю. Это я домой пришел. А, моя псина. Это мой братец, который дома. Это мои дрова. У нас тоже есть дрова. Знакомый труд. Я вот тоже так топором махал целую зиму. Да. Нет, целую зиму не приходилось. У нас, в принципе, есть электричество, и готовим мы. Все равно на электричестве удобнее. Вот. Но, вот я тебе честно скажу, вот это костер мы специально развели. Это моя сестра этим занимается. Ах, а быстро делайте, да? В Шенген назвали. Ну, да. Ишь, ишь, ишь. Ага. Да, я сейчас там бы с удовольствием посидел бы с вами. Вот ты понимаешь, у меня столько мандарин было, где-то 450 корней во время войны, кроме где-то там 12 корней, все пропало. Старые уже мандарины большие были, полноурожайные. И они накрылись. Ну, померли тогда, морозы были сильные. Да, тогда снег постоянно был, и не до них было, я и снег не стряхивал. Да, да, помню. 15 градусов мороза было в январе. Анатолий, сейчас, ты мою жену, наверное, сдалека знаешь, сейчас в третий сегмент пойдет, где я живу. Это моя квартира, где я директор. Понял, понял. Ну, там особенно не пугайся, там немножко страшно. Я ее постоянно улучшаю. Нет предела совершенству, сам знаю. Ничего, ничего, все будет хорошо. Все будет хорошо. Ну, это примерно тот район, где я живу. Освещение недавно провели, особенно не завидуй. Вот, видишь, это зато отопительный прибор. Его основная часть труба. Вот с этим у нас напряженка немного. Газа нету пока, и приходится зимой печкой отапливаться. И вот моя супруга. И вот это одна комната, трехкомнатная у меня. Там дети спят. Стин студент один, второй студент. Вот, все харчин баданы. Это моя мать на кухне. Перебои с водой, поэтому я бак дополнительно установил наверх. Музал. Мой любимый друг телевизор и диван. Четвероногий друг. Да, четвероногий друг, четвероногий. Ну, конкуренты появились. Эти мои дети, сволочи, тоже любят. А вот тот парень, который сидит, это кто? Это мой старший сын, старик. Такой большой, слушал. Курам, первенец. Он просто лысый, 16 лет. Это наша спальня. Ну, это все одно и то же. Кассета остановилась. Не прощаюсь за так. До побачения. Абзерас. До завтра, до завтра. Вот есть такое понятие в теории относительности на разных объектах, как будто мы находимся, понимаешь? И разные наблюдатели одно и то же событие видят совсем по-разному. Для одних время течет по-одному, для других другое, размеры другие. И, в общем, вот такая ситуация. Вот как-то, вот лет 15 тому назад мы, естественно, были, как сказать, один объект вместе со своим конфликтом, со своими проблемами, с этой политической грязнёй. А сейчас у меня такое впечатление, что, в общем, мы уже одни смотрят в прошлое, другое в будущее. Одни с одного берега, другие с другого берега. И мне даже вот раньше спорить, разговаривать было как-то легче намного. А сейчас вроде такой опыт есть. Вот такие события произошли. А так говорить как-то общих тем как будто вот явно стало меньше, мне так кажется. Во-первых, очень много крови между дами. Но когда-то же надо с чего-то начинать. Повторяю, Грузия всегда будет стремиться восстановить свою территориальную независимость. В России, наверное, тоже когда-нибудь придут к выводу, что лучше иметь сильную независимую Грузию, чем вот такой спорный конфликт в тлеющем или в законсервированном виде держать. Просто пока там определенные круги, думают так, что так для них якобы лучше. Но я считаю, что это тупик. То есть из тупика всегда рано или поздно придется выходить. Искать выход. А выход только в одном. Восстановление целостности страны и совместное проживание с полными атрибутиками демократического государства. Примеров тому в мире за последнее время особенно предостаточно. Просто если у меня будет возможность вот как-то что-то объяснить, я попробую как-то, ну, если мне дадут возможность, как-то, чтобы он понял, вот поставить его на мое место, если это получится. Это вообще любопытно будет, сможет он вынести вот это или это выносит суждено мне одному. Как и в принципе по природе положено, каждый на своем месте должен находиться. Добрый день, хочу сказать. Как дела, хочу спросить. Приятно спалось, неприятно спалось? Комары не покусали? Нет, там 11 этаж, комаров нету. Сейчас с тобой у меня спор не получится, потому что ты уже сложившийся человек со своим мнением. Я не собираюсь тебя переубеждать. Вот я, во-первых, хочу тебя спросить, а что ты думаешь о более молодом поколении, о тех, которым сейчас 15, 16, 20, можно 20, чуть-чуть за 20. Вот они что думают? Как с вашей стороны? С моей стороны, честно сказать, мне трудно сказать вам, что я с ними как-то мало общаюсь. Ну, знаешь, про наших молодых, мне вообще-то тяжело было всегда с молодыми как-то общаться. Вот я им оставлю эту землю, как смог я ее, так и защищал, строил, что-то делал, жил. И это ихнее дело. Меня гложат сильные сомнения, что у вас все так единодушно мыслят. Кота, ты не прав, между прочим, я тебе не пытался объяснить, я только отвечаю за себя. Более того, я тебе скажу такую вещь. Вот ты говоришь, все население Абхазии. Здесь, между прочим, не только абхазцы живут, но почти столько же грузин, сколько абхазцев. Вот вообще фокус интересный получается. Вот до войны в Грузии, в Абхазии жило 200, там, 47 или, ну хорошо, 250 тысячи грузин. Убежал отсюда 300 тысяч. И осталось еще здесь где-то 60 или 70 тысячи. Ну, ты понял? Ну, это я считаю мелочи. Хорошо. Вот в Абхазии не может быть так единодушно, все вот так настроены. Я этого не скрываю. Мы вообще не пытаемся себя сравнивать с вами. Слушай, разница большая. В основном 4 миллиона нас всего лишь там. В одну гостиницу можно собрать. Но это не значит, что нам, у нас прав никаких не должно быть. Или нам эти права кто-то должен подобрать свои или дать, или отобрать, когда хочет. Я не считал и не считаю, что вы были ущемлены в каких-то правах. По-моему, у вас прав было очень даже много. Ваши люди вообще говорили, что у нас их слишком много. И вообще их вообще не должно быть. Я такие разговоры прекрасно слышал. Я прекрасно помню эти разговоры насчет, что и автономия нафиг там им нужна. Их 18% и все такое. Я вижу в том, что ты со мной жить не хочешь. Ты не хочешь со мной жить, ты не хочешь в одном государстве со мной жить. Вот это я уяснил очень хорошо. Что значит не хочешь? Я живу, слушай, у меня начальник грузин. Мать грузинка. И до него начальник у меня всю жизнь грузин там сидит, работает, гоняет меня туда-сюда. Я же против этого ничего не имею. А что ты еще называешь жизнью? Я же не виноват, что ты вот оказался там. А эти остались здесь. Потерпели все, и меня стерпели, и ситуацию стерпели. Но они хотели, они остались. Ты же не можешь сказать, что мы насильно тебя отсюда выгнали. Не было этого. Была война, вы ушли, мы пришли. Нет, меня насильно нет. Ты знаешь, вот я думал об этой финальной части разговора. Что сказать, как сказать. Знаешь, воду в толочь ступень не люблю. Повторяться тоже не люблю. Вроде бы все вы сказали. Но и вот ощущение у меня такое остается, что что-то все равно между нами недосказанное осталось. Я не знаю, у тебя так или нет, но у меня вот. Я больше чем уверен, сейчас кончится эта передача. Соберут, унесут с моей квартиры оборудование. И я начну потом анализировать, естественно, то, что мы с тобой, о чем мы с тобой говорили. И наверняка еще что-то, пару аргументов каких-то приведу в свою пользу. Ты наверняка то же самое сможешь сказать про меня. От того, что мы с тобой, допустим, истину будем знать, этого еще недостаточно для того, чтобы порядок навести в нашем мире. Хочется, конечно, чтобы все было правильно. Но проблема в том, что эта правда у тебя своя, у меня своя, у третьего у кого-то своя правда, понимаешь? Я хочу тебя одну вещь спросить тогда в связи с этим. Да. Вот, допустим, такая чисто гипотетическая ситуация. Все каким-то чудесным образом поменялось. Мы вернулись своим родным очагам, осели, зажили мирной жизнью вместе с вами. Мы все вместе. Ты берешь автомат, опять бежишь в горы или нет? Или меня встречаешь на границе? Я не верю в чудеса, вот мой тебе ответ, понимаешь? Не делай этого. Ты посмотри, вот у меня пальцы на руке, вот на одной руке они растут, они все разные. Нельзя их... Кровь пролется. Их нельзя уравнивать, понимаешь? Не получится это. Это только топором можно сделать. Формально тебе никто не запрещает тебе одному вернуться. Но ты хочешь вернуться в другое время, в другое место и совсем с другими людьми, понимаешь? Так же нельзя. Или надо в одной лодке сидеть, или в другой лодке сидеть. Что теперь делать? Или меня надо выкинуть из этой лодки и занять мое место? Не, упаси Бог, зачем? Мне без тебя и неинтересно будет там жить. Я свыкся с тобой. Ну, а тебе еще нужно это самое, чтобы интересно было, да? Ну, спасибо, конечно. Ну, я еще раз говорил и говорю, я буду стремиться вернуться. И воссоединиться. Вот. Мое кредо такое. Ты пока определись, к кому и к чему ты хочешь присоединиться. Смотри, смотри очень аккуратно. Получится или не получится, не знаю. И еще подумай, транспорт тоже, какой собираешься выбрать. На танках тебя точно не очень хорошо примут. На танках не хочу, но об этом я бы тебе соврал бы и неоткровенно сказал бы, если бы об этом бы тоже не думал. Я не сомневаюсь, Скотт, можешь не... Ваш бронепоезд на запасном пути стоит, да, всегда? У нас нету запасных путей как раз. У нас только один путь. Это у вас там варианты есть, понимаешь? У вас более широкий выбор. Буду стремиться заставлять наших политиков поступать так, как выгодно мне и большинству населения. Они так хотят, как хотят они. С тобой было приятно пообщаться. Желаю тебе всего самого хорошего. Желаю тебе, твоей семье, твоим детям здоровья, счастья, радости и просветания. Успехов. Всех благ. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Котт. Тебе также желаю всего хорошего. Сейчас, пока был бы, сейчас, стакан. Нашим общим знакомым еще раз. Ты знаешь, я вообще-то очень мало пью, но стакан мог бы поднять, конечно. Нашим общим знакомым привет передавай, если будет возможность. Хорошо, обязательно передам. Дай бог, чтобы все было хорошо. Дай бог, чтобы все было хорошо. И чтобы войны больше, чтобы не было. Самое главное, чтобы наши дети не видели того, что через что мы... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok